всем привет записываю это видео по просьбе некоторых подписчиков значит по поводу того как сделать опутанки манжетного типа и так с чего все начинается все начинается с того что вы берете такой предмет называется штангенциркуль замеряете диаметр вашей лапки вернее лапки вашей птички допустим что это два сантиметра почему два потому что вот у нас есть готовые манжеты это нас плюшку два сантиметра и вот допустим у вас есть палочка то есть вы сделали замер лапки потом подбираете палочку такую вот и вырезав палочку вы делаете замер как это происходит это происходит таким вот образом берете вырезаете полоску подворачиваете вот так вот и от этого места то есть от пальца до края допустим у вас два сантиметра получилось вот эти два сантиметра это расстояние от этого места видите такой козырек выступ и отверстие то есть вот это есть два сантиметра это есть будет диаметр вашей птички лапки то есть данном случае я я сделал этот манжет под сплюшку то есть от этого места до этого места два сантиметра что я делаю дальше я вырезаю полоску в данном случае ширина полоски два с половиной сантиметра делаю разметку значит вот как бы это рядом лежит готовая конструкция как это будет значит вот это расстояние здесь полтора сантиметра здесь 5 миллиметров то есть это вот оно это расстояние видите да здесь будет отверстие от этой полоски до этой полоски два сантиметра то нас диаметр лапки и 2 сантиметра идет сюда на вот этот вот хвостик то есть это от этого места до этого места то сюда в это отверстие заходит хвостик и И таким образом получается, что я сразу делаю оба манжета Делаю разметку, вырезаю это все ножницами И получается у меня вот такая вот конструкция Значит, вот это вот отверстие я делаю вот этим вот устройством То есть тут разные диаметры Сапожники очень часто пользуются этим устройством Оно продается в свободной продаже Для пробития отверстий То есть я пробиваю отверстие, полосочку такую проделываю Потом завожу в отверстие И оставляю здесь примерно 5 мм От этого места до этого отверстия, даже чуть больше Ну, чтобы от края люверса было 5 мм хотя бы Беру пробойник В любом случае, чтобы так было крупно понятно Это палочка на орла на белохвостого То есть на его диаметр ножки Такая вот у него ножка получается Вот эти вот манжеты, сделанные под его ногу Дальше я буду сюда заводить капроновый шнурок Сюда вот так вот заводится Так вот завожу капроновый шнурок Видите, да, он фиксирует и не дает возможности манжету раскрываться С этой стороны будет узелок Который фиксируется А с этой стороны уже получается два шнурка сводятся Здесь узел, карабин, а дальше уже должик идет То есть в принципе ничего сложного Все очень просто Самое главное достать хорошую кожу В данном случае это где-то полтора миллиметровая кожа Она должна быть мягенькой И очень важный момент Вот здесь нужно делать прорезы Вот прорезы с обеих сторон Сейчас вам покажу, как это выглядит здесь На чего нужны прорезы? Потому что если прорезов не будет Вот видите, что делают прорезы То есть кожа сворачивается И она не нарезает лапу То есть внизу здесь она получается будет упираться в лапку В ступню, скажем так В ступню Вот, и если не будет надрезов То острый край кожи будет делать мозоль То есть натирать будет Будет до крови натирать Еще один важный момент Значит смотрите Гладкая поверхность кожи Вот в данном случае Вот это, вот это Она должна быть внутри То есть вот эта шершавая Она снаружи Почему? Потому что гладкая Она не будет травмировать лапу Потому что когда опутанка Вернее сам манжет Будет намокать и высыхать Он будет превращаться Вот этой вот стороной В наждачную бумагу То есть она сейчас мягенькая Но через время Это место становится дубовым Этот манжет нужно снимать на профилактику То есть смазываете оливковым маслом Или льняным маслом Оставляете, грубо говоря, на сутки Оно пропитывается И эластичность возвращается То есть ваш манжет живет еще какое-то время Потому что от постоянного контакта с водой Он пересыхает Становится дубовый И трескается То есть приходит неводность Поэтому его надо постоянно смазывать В принципе все Можете делать сами Если у вас, как говорится Не хватает терпения Или нет инструментов Такой набора Видите, тут куча всего у меня Чтобы это делать То есть в Украине Такие опутанки стоят 250 гривен Со шнурком На филинов и орланов Они там подороже стоят Потому что используют толстую кожу Покупая армейские ремни Это с армейского ремня сделано Вот То есть на обычных мелких птиц Стоят 250 гривен А на более крупных Там в районе Где-то такая пара манжетов Вот они У меня заказ есть Вот на филина заказали Вот этот вот комплект Со шнурком стоит 500 гривен Значит На маленьких птиц 250 Ну Часто заказывают в России Чтобы было понятно Примерно 10 долларов На маленьких И 20 долларов На больших птиц Вот Можно заказывать Высылаю почтой По всей Украине В Российскую Федерацию В том числе Ну как-то так В принципе ничего сложного Все просто Надо приловчиться И все у вас получится Если будут вопросы Пишите Звоните Что непонятно В комментариях В мессенджерах Все пишите Не стесняйтесь Создавайте вопросы И еще один момент Снимаю много коротких видео И выкладываю в инстаграм Потому что Для ютуба Как бы проблематично Ну не интересно Как-то минутные ролики Выкладывать А сейчас Скажем так Очень много Контактирую с птицами Там Ну всякие прикольные ситуации Происходят Вот поэтому Всегда под рукой телефон Что-то снимаю короткое Там минуту-две И сразу же выкидываю Это все в инстаграм Поэтому Если вы там Супер любители Хищных птиц Всяких приколов С птицами То подписывайтесь На мой инстаграм И будьте Первыми Телезрителями Наших видеороликов В общем Подписывайтесь на ютуб На инстаграм И всем Сто тысяч подписчиков Всем пока До связи Прямом эфире Субтитры сделал DimaTorzok